Кто послушает потом в записи. Зовут меня Юлия Высоцкая. Сегодня мы с вами поговорим про Бахрейн. Какой у нас с вами будет тайминг, скажем так. Сначала мы с вами поговорим про полетную программу, потом я дам общую информацию по направлению. Мы с вами быстренько пробежимся по экскурсиям и упомянем несколько отелей для того, чтобы у вас было плюс-минус какое-то понимание о том, что такое отельная база в Бахрейне. И, соответственно, первый слайд это вводный. Я вам напомню еще раз, что у нас продолжается акция раннее бронирование. Ключевой момент, что предоплата 14 999 рублей мы продлили до 8 марта, чтобы те, кто вдруг засомневался, все-таки успели принять свое решение, потому что после 9 марта у нас, соответственно, доплата станет уже чуть-чуть побольше. Направлений много, лето уже совсем скоро. Я поздравляю вас всех с началом весны. Вот, поэтому предлагайте, бронируйте. Будем рады вашим заявкам и, конечно, вашей повышенной комиссии за глубину. А теперь непосредственно к Бахрейну. Полетная программа в Бахрейн у нас с вами строится на регулярных рейсах. Не летаем мы пока сюда блоками, чартерами и так далее, только туры ГДС. Рекомендуемый с нашей стороны перелет – это, конечно, авиакомпания ГАВ-ЭР, одна из старейших авиакомпаний арабского, скажем так, мира. Перелет у нас с вами Москва-Монава. Москва, 6 часов, питание на борту, багаж 20 килограмм. Перелет в целом и общем очень комфортный, никаких проблем не доставляет, сидение комфортно. Но те, кто, допустим, предпочитает лететь со стыковками или еще что-то такое, это тоже возможно. В ассортименте регулярных рейсов такое тоже имеет место быть. О правилах въезда в страну. Самое главное и самое актуальное для нас с вами – ковидные ограничения в этой стране были сняты 20 февраля прошлого года. Поэтому спокойно перемещаемся, никаких справок, ПЦР, прививок и прочего, ничего не требуется. Никаких ограничений по карантину, ношению масок тоже нет. Здесь все в порядке, здесь все комфортно, поэтому ничто не мешает воздуху туристу. Я вам напомню о том, что в Ахрейн направление визовое. Поэтому виза у нас с вами оптимальный вариант – это виза по прилету. Виза по прилету стоит 5 динар, это плюс-минус 15 долларов. Единственное, что оплата производится там на месте только исключительно в динарах. Некоторые такие произошли изменения в прошлом году, вот мы в ноябре уже ездили, и возможности оплаты в валюте не было. Поэтому туристов предупреждаете о том, что по прилету у них должно быть либо карта, с которой они могут оплатить в разной валюте, в том числе и в динарах, либо, соответственно, нужно поменять. Я меняла в аэропорту в нашем, кстати, не такой страшный был курс по этому поводу, хотя я меняла очень маленькую сумму. А можно также поменять непосредственно по прилету там на месте. Вот такой нюанс. Виза, значит, соответственно, 15 долларов – это у нас с вами виза на 14 дней. Вот недавно у нас был семинар, и ваши коллеги спрашивали, а если кто-то хочет на подольше, на подольше, виза у нас с вами получается 30 дней, она стоит 70 условных единиц. Да. Вот. То есть вот такой нюанс. Ну и, соответственно, там на месте, когда вы оформляете визу, будет необходимо указать, потому что они стандартно шлепают 14 дней. Если турист планирует пробыть дольше, то об этом нужно сказать, предупредить, чтобы корректно рассматривали документы. Вот. Возможно, открытие визы заблаговременно, но в данном случае мы визовую поддержку не оказываем, кроме как предоставить документы по туру, ничем не поможем. Это я прошу учитывать, потому что, еще раз, самое удобное, самое простое, никакого длительного ожидания, никаких очередей – получить визу по прилету. А, и еще, наверное, вот на что обращу внимание, на то, что при обмене валюты там по прилету получается достаточно большая комиссия. К этому тоже нужно быть готовым, чтобы туристы были, чтобы туристы знали и адекватно на это реагировали. И давайте немножко общей информации о стране. Что такое Бахрейн? Бахрейн у нас с вами – это островное государство. Здесь порядка 33 островов, причем 83% всей территории этого государства занимает непосредственно сам Бахрейн, одноименный большой центральный остров. Мы говорим, что острова находятся в Персидском заливе, но вот местные жители, да, местное население предпочитает говорить «арабский залив», потому что на Ближнем Востоке персидский залив – он арабский, и они даже немножко обижаются, если называют их персидским. Язык у нас с вами здесь арабский, конечно, разумеется, разговаривает на английском языке. Что примечательно, Бахрейн одним из первых принял ислам, поэтому да, страна исламская, но при всем при этом я отмечу, говорила не раз и в тревел-рандевую, если смотрели на семинаре, о том, что несмотря на то, что здесь ислам, очень комфортное, очень свободное отношение ко всему, к внешнему виду, к алкоголю в клубах, вечеринках, отелях и так далее, поэтому в целом и общем никаких ограничений для туриста нет. Единственное, конечно, разумеется, стоит учитывать о том, что есть определенная культура, есть определенная традиция, поэтому выйти голым, полуголым в магазин, на улицу, конечно, не рекомендуется. Есть вероятность, что, приехав в торговый центр в каком-то там прозрачной одежде, в очень коротких шортах, могут попросить пойти переодеться, либо могут предложить деньги за оказание определенных видов услуг, потому что, так или иначе, много приезжает, много, очень много здесь приезжих из других стран, поэтому и от этого никуда, соответственно. Поэтому, чтобы свой моральный облик не портить, не забывая, что мы с вами в своем городе голыми не ходим, там этого делать тоже не стоит, но при этом во всем остальном никаких ограничений нет. Сервируется алкоголь в соответствующих заведениях, продается в соответствующих магазинах, то есть свободного доступа нет, но, тем не менее, имеет место быть в стране, одеваемся, как хотим. На пляже можно ходить в бикини, никто вас тыкать в пальцах не будет, обижаться на вас не станет. Валюта, как мы уже с вами сказали, бахренский динар, курс валюты вы видите на слайде. В целом и в общем, как вы видите, достаточно удобно в расчетах, в отношении доллара к динару, поэтому плюс-минус, сколько это будет, вы понимаете. Протяженность севера. Вообще, в принципе, Бахрейн одно из самых маленьких государств, оно третье по счету после Мальдива и Сингапура, поэтому протяженность севера на юг 50-80 километров, и пересечь его в остров сам Бахрейн можно за час. Оно, конечно, в целом и общем не нужно, потому что на самом деле вся основная инфраструктура у нас с вами расположена туристическая именно инфраструктура, интересная туристу для отдыха, это север, там, где мы с вами видим на карте Манаму, это, соответственно, центр, вот, и центральная часть острова, Ситра-За-Лак, там инфраструктура уже поменьше, но тем не менее отели еще имеют место быть. Все, что касается юга, то там еще возможна экскурсия, но какой-то туристической инфраструктуры там уже нет, это жилые районы, поэтому по большому счету ехать туда туристам смысла никакого нет, если самостоятельно. Если в рамках экскурсии, это немножко другая история. Основной транспорт у нас с вами здесь – такси. Почему об этом обращаю внимание? Кто-то захочет пошопиться, кто-то захочет погулять. Здесь есть общественный транспорт, но в большей части используется он рабочими, то есть это не туристическая история, поэтому основной транспорт для туристов – здесь такси. Местное население практически все имеет свои машины и перемещается между островами, между районами на машинах. Вот. Такси. Можно скачать там на месте приложение юбер. Оно работает, оно будет дешевле, чем, нежели, допустим, заказывать из отеля. Вот. Оплачивать лучше. Рекомендую при себе иметь наличку. Причем именно юбер возьмет и легко конвертируемую валюту, такую, как там доллары, да, евро. Вот. Если есть еще одно местное приложение, называется оно Carim, от слова car – машина, да, то есть через C пишется. Вот. То там лучше иметь при себе все-таки местную валюту. Как подключить оплату по наличке приложения? Это все есть, это все доступно. Мы были в ноябре прошлого года в инфатуре. Коллеги ваши заказывали такси и смогли оплатить карты. Карты, понятное дело, что выпущены не в России. Но, тем не менее, имейте в виду, что лучше, желательно, чтобы не было каких-то спорных ситуаций, все-таки иметь при себе наличку. Так. Наверное. А, про аренду машин тоже часто спрашивают. Говорят, что раз уж съездят на машине, то, соответственно, что по поводу аренды машин. Аренда машин по правам международного образца офисов достаточно много на острове. Стоит это будет 15-25, в зависимости от марки, 15-25 динар. Соответственно, за день. Не забываем, что машины отфокеткиваем, смотрим, проверяем на наличие повреждений, чтобы тоже не было никаких спорных вопросов. Спрашивали по поводу депозитов. Простите, такой информации дать не могу. Это лучше уточнять непосредственно у какой-то конкретной компании, которая будет подставлять услуги аренды. Что касается стоимости такси, то такси в среднем плюс-минус 15 долларов между районами. Опять-таки, сумма может меняться в зависимости от того, в какой район едем, какая удаленность у нас с вами. И немаловажный факт, на который хотелось бы обратить внимание. У нас с вами выходные здесь в пятницу и субботу. Так же, как в Эмиратах, так же, как и в других странах Ближнего Востока. Поэтому это нужно учитывать, если какие-то срочные брони с подтверждением отеля на ближайшие заезды, при бронировании выходные, как вы знаете, может быть отставание, соответственно, в подтверждении. Вопрос долларов и в обращении. Вы знаете, на самом деле, я рекомендую все-таки расплачиваться местной валютой. Понятное дело, что в каких-то торговых центрах, магазинах это возможно в больших, крупных, международных. Но, тем не менее, есть такой момент, что так или иначе валюта будет дороже, чем если это будут местные деньги. Это абсолютная правда. Где рекомендуется менять? Рекомендуется менять в городе. В городе огромное-огромное количество банкоматов, обменников. Есть такой нюанс о том, что не везде принимают доллары старого образца. Старого образца это выпуск примерно до 2008-го, по-моему, 2010-го года. Они такие более блеклые, потому что свежие купюры, они по цветостям. Вот такие купюры можно будет обменять только исключительно в банках. То есть вот такой момент. Рубли не смогу вам уточнить, потому что мы рублями не пользовались, пользовались только, соответственно, валютой, меняли валюту. Думаю, что маловероятно. Или вот край через банки в обменниках точно нет. То есть лучше все-таки иметь при себе валюту. Наверное, если здесь вопросами закончили по валюте и так далее. А, ну и погода, конечно, разумеется, самое главное. Погода, сезоны здесь очень похожи, соответственно, на Эмираты. Купаются здесь круглый год, море здесь теплое, лето здесь очень жаркое, зима прохладная, поднимаются прохладные ветра, могут быть дожди, так же, как в Эмиратах. А самое комфортное, самое оптимальное время сезонность – это, конечно же, весна, соответственно, и осень. Как вот вы видите, сезонность у нас с вами помечена. Соответственно, мы с вами сейчас пошли в сезон Бахрейни. Теперь хотелось бы вам рассказать вообще, для чего стоит туристам ехать в Бахрейн. Что там интересного и чем туристу может эта страна запомниться и понравиться. Мы с вами люди, живущие в достаточно холодных погодных условиях, и нас, конечно, в первую очередь полнуют, что? Пляжный отдых, солнышко, море, океан и так далее. Да, пляжный отдых здесь есть, поскольку это острова, воды здесь очень много со всех сторон. Пологие входы, здесь очень комфортно купаться, как взрослым, так и детям. Есть такой момент, что есть приливы и отливы, карты сезонности, все опубликованное в интернете, с этим проблем нет, посмотреть, увидеть. А в отелях, если честно, не встречала. Есть очень красивые, интересные экскурсии к островам. Это вот, например, я для примера вам написала Джарада, сама лично там была, и Хавар. Расскажу вам про эти потрясающие экскурсии, как провести день, скажем так, нестандартный, в красивой атмосфере. Джарада где-то примерно час на лодке вас везут, привозят, вот фотографию у нас с вами снизу с красным флагом, привозят на небольшой остров, расположенный посреди океана. Это белый песок, ракушки, кораллы, которые, кстати, здесь тоже имеют место быть. Бывает такое, что вода поднимается, полностью его смывает, а потом отходит, получается такая длинная-длинная белая коса в океане. Стоит вот этот вот, что это, я не знаю, ну памятник, наверное, скорее всего, какой-то маячок для плавателей, для моряков. Сюда привозят экскурсии. Вы можете походить по острову, погулять, поваляться в воде, покупаться, устраивают пикник, ставят тенты, ставят мангальницу, устраивают пикники. На самом деле, достаточно очень популярная такая экскурсия, и народу здесь в определенное время может быть действительно достаточно много. Вот. Плюс не забываем о том, что это все на воде, на открытом воздухе, под палящим солнцем, поэтому обязательно берем с собой что? Шапочки и крем для загара, иначе мою ее как можно сгореть. Что же касается острова Хавар, то это на самом деле настоящий заповедник. Хавар – это тоже небольшой архипелаг островов, причем какие-то из них жилые, там даже есть отели, какие-то абсолютно пустынные, дикие. Находится Хавар примерно в 65 километрах от Бахрейна, уже ближе к береговой линии Катара, и острова были предметом спора и долгих дискуссий между Катаром и Бахрейном, и на самом деле относительно недавно получилось так, что Хавар оставили все-таки за Бахрейном, хотя какая-то часть крайних островов все-таки ушла к Катару, но основная часть архипелага осталась как территорию Бахрейна. Что здесь за поведник? За поведник здесь очень много птиц, причем диких, красивых и даже редких. Что касается именно пляжного отдыха, то здесь хорошие роскошные пляжи, широкие, пустынные, что немаловажно. Здесь есть рифы, здесь есть рыбки, можно заняться снорклингом поплавать. И вообще очень красивое место для какого-то релакса, для какого-то активити. То есть как вариант разнообразить свой отдых в Ахрейне, вот такие вещи тоже можно рассмотреть. Что касается, часто спрашивают про аренду яхты. Аренда яхты здесь возможна, но есть такой момент, что это достаточно дорого. И стоимость будет зависеть от того, какое количество человек наберется в группу. Поэтому в данном случае, наверное, все-таки, если яхта, то для достаточно обеспеченных туристов, как индивидуальный сервис. Если все-таки формат экскурсии, то лучше рассматривать именно экскурсию групповую, чем нежели какой-то отдельный отдых. Что касается приливов и отливов, поподробнее я на этом не останавливаюсь, потому что, еще раз говорю, это несущественно сказывается, но так или иначе море уходит, приходит, но купаться можно в течение дня, с этим проблем нет никаких. Но какие-то нюансы об этом нужно прочитать, увидеть в интернете, чтобы понимать, на какую сторону, допустим, в какую сторону пляж и лучше ехать, чтобы не попасть на отлив. Вообще, в принципе, поскольку я вам уже сказала, что здесь есть и кораллы, и рыбы, и так далее, здесь также огромное количество и всех возможных видов водного спорта. Яхты, серфинг, соответственно, дайвинг, и много-много другое. Есть отдельные школы, есть просто как услуга, не школа, а просто, да, про какого-то оборудования, все это есть на пляжах, где-то это есть и при отелях, поэтому любителям такого вида отдыха это тоже будет интересно. Это острова. У нас с вами здесь огромное количество воды, и она со всех сторон. Поэтому о том, как организован пляжный отдых. Есть такая специфика, что отелей пляжных здесь достаточно немного, они все чаще больше городские. Поэтому для купания туристов, возможно, либо дикие пляжи, соответственно, приходите со своим полотенчиком и так далее, отдыхаете, наслаждаетесь, купаетесь. А есть пляжи частные, обустроенные. Вот я написала для вас несколько примеров, да. Еще один, наверное, можно добавить, это Мараси. В свое время он был большим, сейчас его немножко сократили, потому что часть забрала отель, но тем не менее. Пляж Мараси хорошо обустроенный. Шезлонги, передевалки, бар, рестораны. Пляж Салимар. Это в районе Амваж. Прекрасный пляж. Он не очень большой, но тоже хорошо обустроенный. Вечером там рестораны, кафе, днем бары, рестораны. Есть кабаны, лежаки, зонтики, все, что душе угодно. И один тоже входит в топ лучших пляжей Бахрейна. Билла Аль-Жазер. Ой, вы говорили, да, это все. Вот, тоже прекрасно обустроенный пляж. Тоже очень любят туристы. Вообще, в принципе, пляжи красивые на Бахрейне, пляжи белоснежные, комфортные и хорошо обустроенные. Есть момент, который стоит учитывать. При отдыхе туристов купаются здесь до захода солнца. Понятное дело, что это вопрос безопасности, поскольку живность морская, она достаточно активная, поскольку где-то могут быть кораллы, поскольку море может отходить, поэтому ровно в 6, вот мы были в ноябре, ровно в 6 пляжей закрывались, просили покинуть, соответственно, воду. Вы можете посидеть какое-то время в баре на лежаке, но в воде находиться после захода солнца нельзя, запрещено. Причем запрещено это на уровне законодательства, поэтому нужно учитывать, что если на платных частных пляжах за вашей безопасностью следят, то находясь на диком пляже, это полностью ваша ответственность. И этот момент тоже, соответственно, нужно учитывать. Частные пляжи платные. И сколько это будет стоить? Стоить это будет вход от 2 до 5-6 динар. Соответственно, лежаки, зонтики где-то плюс 2-4 динара. То есть при условии, что войти на лежак с зонтиком расположиться, где-то в среднем 10-15 динар вам пригодится. Допустим, слимар, он подороже, а марайс, он чуть подешевле. Соответственно, стоимость достаточно разная. Вот. Если кабаны, понятное дело, что там уже будут совсем другие ценники. Если с включенными там напитками и прочее, это тоже будет совсем уже другая история, в зависимости от того, что турист будет для себя выбирать. Ну вот вход плюс лежак и зонтик где-то в среднем 8-10-15 динар. Вот такая будет у нас с вами стоимость. Едем дальше. Вторая причина, для чего стоит отправиться в Бахрейн. Вообще, в принципе, вы знаете, Бахрейн вот для меня лично показался каким-то невероятно уютным, спокойным, совершенно не избалованным туристами. И здесь действительно прекрасно сочетается. То есть Бахрейн можно рассматривать не только как чисто пляжный отдых, но и как совмещение активного и пляжного, ленивого релакс-отдыха. Здесь огромное-огромное количество достопримечательностей. И эти достопримечательности берут свои начала как из истории страны, которую мы с вами на слайде видим, находки 6 тысяч лет истории, так, соответственно, и современности. Вот мы с вами сейчас от истории пойдем к современности. Что интересного можно увидеть в Бахрейне? Когда-то много лет, там, у веков, наверное, уже не лет, а веков назад, Бахрейн стоял на перепуте морских путей и был небольшим торговым поселком. Вот. Поэтому здесь сохранилось огромное количество фартов. А поскольку это было очень выгодно, он был на перепуте, все пути морские проходили через него, поэтому, соответственно, его не раз пытались захватить. И вот, наверное, одна из таких вот достопримечательностей это как раз порты Бахрейна. Здесь на фотографии вы видите, на нижней как раз фотографии видите главный порт. Он висит на карточках, часто его присутствуют на различных фотографиях, картинках, открытках по Бахрейну. Калаталь-Бахрейн. Форт считается португальским, хотя строился он задолго, за тысячи лет до того, как сюда пришли португальцы. Что примечательно в этой экскурсии, это то, что вокруг него практически нету застройки. Город остается чуть-чуть в удалении. Находясь среди руин древности, вы можете видеть потрясающие пейзажи современного красивого Бахрейна. Такое, знаете, смещение веков. Вокруг форта все еще есть вода, потому что сюда не пришла стройка, ничего не засыпано. И рядом небольшая бухта, небольшой залив. Вот. И что интересно, что вот в этом заливе, который рядом с фортом, в морской воде пьют ключи. Здорово, да, пресной воды ключи, пресной воды. Вот. Сюда нужно ехать. Конечно, можно приехать самостоятельно, походить, погулять, пофотографироваться, потому что это все очень пейзажно, колоритно. Но, тем не менее, очень рекомендую приехать сюда с экскурсией, потому что, кроме каких-то обозначающих карточек с описанием достопримечательностей на входе, больше вы нигде ничего не увидите, чтобы прочитать, ознакомиться самостоятельно, да. А вот экскурсовод сможет вам показать какие-то интересные локации, обратить внимание на какие-то детали, нюансы, которые вы можете упустить, разобраться в лабиринте этого форта. Что примечательно, что строился этот форт из века в век, скажем так, поэтому у вас, грубо говоря, в одной комнате может быть смешение нескольких культур, смешение вкладки нескольких веков. То есть это прям, ну, действительно, действительно, где пересекаются века, где пересекается история. Что еще такого интересного? Могильные курганы дельмона. Все такие, ой, да, могильники и так далее. Но на самом деле это все вещи очень интересные и относятся к наследию ЮНЕСКО. Как они появились? Когда-то, вот я вам только что рассказала, что в море бьют ключи. Вообще, Бахрейн переводится как два моря. Что это значит? Помимо моря, то есть Персидского залива, Арабского залива, который окружает остров, также под Бахрейном находится огромный резервуар пресной воды. И вот этот резервуар для бахрейнцев является вторым морем. Еще одна изюминка Бахрейна, которая, в принципе, на Ближнем Востоке до этого нет, это, конечно же, огромные запасы пресной воды. Это преимущество страны, преимущество государства. И вот за счет этих источников когда-то очень давно Бахрейн весь был в зелени. Вообще жил за счет сельского хозяйства. Здесь прекрасно выращивались фрукты, здесь прекрасно растут пальмы, то есть все, что душе угодно. Представляете, да, остров, зеленый остров, на котором все растет, вокруг пресная вода, море, оттуда морепродукты. То есть достаточно, скажем так, по рамках тех веков и готов. Остров был... Местные жители были достаточно богаты именно ресурсами. Но в 60-х годах когда-то сюда пришли и начали, соответственно, строить, отстраивать, вся часть вот этих вот самых источников была забита, засыпана песком, испортили этим микро... как это называется там? Микросферу, не как это правильно назвать, простите, забыла слово. Ну, в общем, экологию несколько испорцев, поэтому сейчас, конечно, разумеется, таких сочных зарослей в Бахрине, к сожалению, уже нет. Но тем микроклимат... Спасибо, Алена, большое. И, соответственно, сейчас здесь уже есть пустыня, но пустыня не такая, что это бархан и прочее, а более каменистая. Вот. Но, тем не менее, что же такое, к чему я это все рассказываю, к могильникам, поскольку здесь была настолько сочно-пышная растительность, местные жители, жители других стран считали, что именно здесь как раз был Эдем. Тот самый райский Эдем, где появился первый мужчина, первая женщина, и поэтому сюда приезжали умирать. Сюда приезжали умирать, и считалось, что если тебя похоронили в Бахрейне, то это, ну, скажем так, в Эдеме, если тебя похоронили в Эдеме, ты, считай, стал ближе к краю. Поэтому, конечно, могильники здесь достаточно обеспеченных людей, они многослойные. Есть восстановленный могильник, располагается он в музее Бахрейна. Кстати, тоже очень рекомендую посетить. Огромный, красивый музей про историю Бахрейна, очень интересная экскурсия, очень огромное количество экспонатов, часть из которых, кстати, периодически привозится к нам в Санкт-Петербург для выставления. Вот. То есть, действительно, очень интересная экскурсия. Вот. А так, в целом, в общем, есть экскурсии вот к этим могильникам, можно посмотреть в натуральном, скажем так, величину, в натуральном нахождении, как это выглядит, что там было, как это располагалось, что туда клали, для чего и почему. Единственное, что не очень рекомендуется, к посещению, наверное, летом, потому что, опять-таки, вы видите, площадка открыта, и может быть очень жарко. А вот в межсезонье, зимой для экскурсии самое-самое время. Сколько стоят экскурсии? В зависимости от того, кого-то уйдет на борт, да, потому что, вот мы с вами там дальше будем говорить про формулу 1. Вот мы осенью уточняли, формула 1 стоила где-то примерно 80 долларов. То есть, это на основной корт, прокатиться, покататься. Экскурсии разные, программы разные. Если историческая экскурсия, она может быть совершенно разной наполняемости. И зависит от того, целый день, часть дня, какие-то объекты нет, стоимость экскурсии будет, соответственно, варьироваться. Но где-то в среднем плюс-минус от 30 до 150 долларов это может быть в зависимости от транспорта, от количества человек, от переездов, от экскурсовода и так далее. Эту информацию, наверное, лучше будет уточнять непосредственно на месте или присылать нам запросы. Запрос будем уточнять. Но экскурсии продаются там через принимающую компанию, и, соответственно, у них информация будет максимально корректная, максимально точная. Вот. С курганами мы с вами разобрались. Едем дальше. У нас с вами добыча жемчуга, что тоже совершенно уникально для Ближнего Востока, и этого нигде нет. А вот в Бахрейне в свое время было огромное количество жемчуга. Он есть и сейчас, но уже его не так много. Опять-таки, возвращаемся к вопросу испорченной, да, микрофлоры, климата и так далее, затопленности вот этих, забивки вот этих самых источников. Вот. Но, тем не менее, они есть, их и все еще можно найти, но уже не в таких промышленных масштабах. Есть даже экскурсии с погружением, причем экскурсии тоже совершенно разные. Это могут куда-то увезти на целый день для погружения, это может быть где-то рядом с береговой линией, море отходит и появляется на поверхности, можно будет собрать эти ракушки. Конечно, какую-то самую-самую там красивую жемчужину на ней найти, но маленькие, молодые жемчужинки, то есть вы достаете ракушку, вам ее помогают открыть. Есть определенный лимит, на какое количество ракушек можно достать для того, чтобы сохранить экологию. Вот. Поэтому, ну, в принципе, экскурсия очень интересная. А что такое вообще жемчуг Бахрейна? Все помним, как выглядит флаг Бахрейна. Красный, белый. Вот что означает флаг? Вот как раз белый, это та самая жемчужина, а красный, это вот бархатная красная подложка, которая помогает максимально красиво тенить цвет самого этого жемчуга. Жемчуг Бахрейна считается одним из самых красивых, считается одним из самых, скажем так, элитных. Считается, что он лучше всех переливается, выглядит на цвету. И что примечательно, что даже мировые особы, правительственные, там, правящих семей носят украшения как раз с жемчугом Бахрейна, потому что это престижно. Ну и, конечно, разумеется, жемчуг является одной из, одним из самых распространенных сувениров в Бахрейне. Помимо всех вот этих вот восточных прелестей, радостей, к которым мы привыкли, жемчуг вот в том числе. Причем можно купить достаточно недорогие ювелирные украшения, а можно купить что-то на самом деле уже прям сильно шедевральное и колье, и ожерелье и прочее, прочее. Вот. И еще что примечательно, что очень трудно в Бахрейне найти подделку жемчуга, потому что это преследуется на уровне закона, да, поскольку жемчик в свое время был одной из отраслей экономики, памятником ее культуры, вот, то с этим все достаточно строго. Поэтому смело можно купать и привозить. Видим дальше. Будет интересно посетить, погулять по двум столицам Бахрейна. Это Манамо и Мухарак. Манамо, все мы знаем, понимаем, это современная столица, современный город. Что такое Мухарак? Мухарак – это старая столица, а сейчас это такой небольшой район, где сохранилась старая застройка, старые дома. Они, конечно, разумеется, невысокие, такие беленькие, двух-трехэтажные, красивые, уютные кварталы, какие-то росписи, магазины, арт-выставки. Раньше здесь располагался, конечно, и резиденция правителей в том числе. А сейчас она уже переехала непосредственно в Манамо. Вот. Что еще можно сделать в Мухараке? В Мухараке можно зайти в кофейню. Если не путаю то ли Орел и Решка, то ли еще кто-то. Был выпуск как раз про Бахрейн и показывали вот эту смечательную кофейню. Этой кофейне тысячи лет. Там до сих пор варят кофе по старинным, по каким-то древним рецептам. Его можно приехать, попробовать. Там собраны различные антикуриатные вещи, посмотреть, как был устроен быт. Вообще очень уютно и симпатично. Конечно, разумеется, находясь в исламе, зачастую хочется приобщиться к их культуре, к их вере. Для этого рекомендую посетить мечеть Аль-Паттена Гранд-Москва. Это одна из самых больших мечетей в принципе мира, в том числе Ближнего Востока. Она не такая красивая, богатая, как, допустим, в Упудабе все нам известны, но тем не менее сместимость данной мечети более 7 тысяч верующих. Ковры здесь сделаны из шерсти ирландских овец, причем без шерсти везли сюда этих самых овец, чтобы их здесь отстричь, обработать и так далее. Вот. Люстра здесь роскошная, шикарная, из-за кристаллов Слоровски. Прекрасная акустика роскошная, подделки белый мрамор и вообще, конечно, она красивая, очень такая объемная, масштабная, очень впечатляет. Но, наверное, самое интересное, во всем этом, это экскурсия. Экскурсию проходят русскоговорящие девочки. То есть, это наши с вами носители языка, поэтому нет никаких проблем коммуникации в переводе, в понимании друг друга. Они расскажут и про мечеть, и про сам ислам, во что верят, почему верят, какие отличия между верами, а может быть, этих отличий, собственно говоря, они нет, какие-то традиции и так далее. очень красивая на самом деле мечеть, не принимают туристов в пятницу, это нужно учитывать, потому что, если кто-то из туристов вдруг захочет индивидуальную экскурсию и отложит ее, скажем, на последний момент перед вылетом а это пятница, то с этим могут быть проблемы. Вообще, в Бахрине очень хорошо относятся к туристам, очень симпатия относится к русским гостям, что удивительно, примечательно, если учитывать, что достаточно много зарубежных партнеров, инвесторов и так далее, но тем не менее, к нам здесь очень хорошо относятся и практически никогда не говорят нет. Часто делают исключение там, где по-хорошему бы правила это не позволяли, но все же, приехав в мечеть, обязательно не забываем, плечи прикрыты, ноги прикрыты, женщинам выдадут здесь Абайю, помогут это правильно одеть, завязать, оформить и так далее, но тем не менее, очень настоятельно прошу, чтобы даже подъезжая, заходя, скажем так, в мечеть, перед тем, как одеться, туристам не были шибко голой, потому что у нас был такой момент, мы выносили Абайю и одевали девочек в автобусе, но это тоже было сделано уже в качестве какого-то очень крайнего исключения, вот, то есть такой вот момент. Ну и, конечно, разумеется, рынки, мы с вами на Ближнем Востоке, поэтому всякого, прям, барахла, сувениров, здесь огромное множество, и главный рынок Бахрейна называется он Бабаль Бахрейн, в переводе это ворота Бахрейна, это старейший рынок, находится в центре Монамы, здесь можно покупать все, что угодно, от каких-то сувениров, то есть подушки, пледы, ткани, лампы вот эти вот восточные, красивые, так и уже до чего-то более осознанного, то есть какие-то ювелирные изделия и прочее, он огромный, приехать, пошопиться сюда, пожалуйста, прямо напротив, если выйти непосредственно в сам город, находится кафе, рестораны, и как раз совсем недалеко находятся обменники, обменники, банки, на тот случай, если приехали не готовыми, этот вопрос можно смело решить непосредственно по факту. Кстати, если уж мы с вами заговорили про шопинку, что спрашивают, что можно купить? Если мы говорим с вами про зарубежные бренды, которые сейчас на какой-то момент для нас с вами недоступны, то для хай-класса, то есть какой-то совсем уже дорогие парки можно найти в Модомол, а если мы говорим с вами про масс-маркет, то таких торговых центров великое множество, авеню, дельмуния, сити-центр, пожалуйста, приходите, смотрите, выбирайте, покупайте новые коллекции, старые коллекции, распродажи и так далее, и так далее, и так далее. Все это здесь есть, все это для туристов, для наших с вами доступно. Причем, что еще немаловажно, если мы с вами говорим про воду с детишками, то здесь также в торговых центрах есть большие аквариумы, есть катание на лодках, есть катки закрытые, соответственно, то есть таких развлечений, чтобы шоппинг можно было совместить с какой-то семейной развлекухой, это тоже, пожалуйста, имеет место быть. Вот истории, мы давайте с вами переходим уже к современности. Соответственно, что такого еще интересного может предложить Бахрейн, если мы с вами говорим уже в срезе современных достижений. Здесь есть большой аквапарк, размер его более семидесяти, даже уже, скорее, около восьмидесяти тысяч квадратных метров, но это не аттракционы, только чисто аквапарк. Аквапарк, кабаны для отдыха, кафе, рестораны, называется он Лос-Парадайс Удильмония, можно приехать, провести целый день, повеселиться с ребенком. Здесь находится роскошный зоопарк и заповедник, причем, что интересно, что в этом заповеднике есть животные, которые в дикой природе практически уже не встречаются. Здесь их можно увидеть, походить, погулять, тоже будет хорошим местом для отдыха всей семьей. Как я вам уже сказала, всякие там аквариумы и прочие торговые центры, а есть еще такая интересная штука, для семейного отдыха, это аэротрубогравити, причем, почему говорю для семейного, потому что детишек туда тоже пускают, тех, которые уже в таком сознательном возрасте и достаточно готовы, скажем так, выполнять команды, которым говорят тренер, штука очень интересная, полетать с большим удовольствием, можно, она достаточно высокая, широкая, то есть можно полетать как команды, если у вас какая-то команда друзей, либо может быть корпоратив, почему нет, вот, так и, соответственно, один, вот, ну и, конечно, разумеется, та самая Формула-1, если вы знаете, может быть, когда-нибудь интересовались этими гонками, то, в принципе, в Бахрейне считается одна из лучших трасс Формулы-1, и, что примечательно, именно здесь они начинают, открывают здесь сезон, соответственно, первый заезд, в этом году первый заезд Формула-1 состоится 5 марта, то есть вот уже совсем вот-вот. Далее гонка уедет в Саудовскую Аравию, в Саудовскую Аравию она будет 19 марта. Напомню вам, что Бахрейна, Саудовская Аравия соединены мостом, 25 километров всего, то есть это все очень близко, вот, также между странами есть авиасообщение тоже, пожалуйста, и причем достаточно очень много этих рейсов, если есть какие-то фанаты желающие, да, велкам, можно успеть побывать на двух заездах в Формула-1 за один раз. Интересно, что не забываем, что Саудовская Аравия тоже страна визовая, и об этом нужно подумать, озаботиться заблаговременно. Вот, а что же касается, если не смотреть, то есть экскурсия, как я сказала, уже плюс-минус 80 долларов, коллеги, не буду на этом акцентировать, на стоимости экскурсии не делаю акцент внимания, просто по той самой причине, что это может все меняться, понятное дело, что это лучше либо запрашивать заблаговременно, уточнять, либо уже непосредственно на месте. Вот. А стоимость вот этих всех вещей, которые, да, там, аквапарки, зоопарки и так далее, все это доступно в интернете, все это можно посмотреть. Так вот, что касается экскурсии на Формулу-1, можно приехать покататься на самой трассе на запасных, да, разминочных этих кортах, можно приехать, есть отличный трек, да, отличный трек со всем рядом, называется он BCK, по-моему, если не ошибаюсь, или Ай, BCK, отлично тоже приехать, покататься на маленьких машинках, причем, что немаловажно, это абсолютно безопасно, что тоже подойдет для отдыха, в том числе и семьей, совершенно безопасно, там никто никого не обвиняет, нет укресинного вождения, то есть вы можете ехать не спеша, никто не будет вас дергать за это, пихать, толкать сзади и так далее, за этим очень строго следят, и какое-то некорректное поведение на треке, оно, соответственно, ведет к тому, что у человека могут дисквалифицировать и удалить, вот, вообще в целом, в общем, огромное, огромное количество разнообразных экскурсий, причем, как вы знаете, страна богата нефтью, причем тоже нефть, здесь нашли, они нашли одними из первых на Ближнем Востоке, есть, можно съездить на вышке, на самом деле, очень такая интересная экскурсия, когда вы едете по этой пустыне, причем, еще раз говорю, что она такая каменистая, не совсем песчаная, вы едете по этой пустыне, вокруг вас носами качают вот эти вот нефтьевые вышки, ваш маршрут лежит к дереву жизни, может быть, когда-нибудь слышали об этом, среди пустыни камней земли песка растет огромное дерево, дерево этому более 300-500 лет, растет оно вопреки просто всему, но, видимо, от того, что оно такое старое, оно настолько низко ушло вниз корнями, что затянуло до тех самых живительных источников, и считается, что это дерево может исполнять желание. Сюда приезжают на фотосессии, а на самом деле на закате здесь просто какие-то невероятные пейзажи. Сюда приезжают на фотосессию, сюда приезжают просить, на дереве сделаны такие сидушки, рядом есть столики небольшие, можно просто посидеть, помедитировать, место очень такое атмосферное, на самом деле красивое. Вообще, хочу сказать вам, что, наверное, настолько красивых закатов, как в Бахрейне, я не видела нигде, просто какие-то невероятные краски, невероятного размера солнца, от красного до оранжевого, лилового, это что-то, просто этот огромный диск, действительно, что-то потрясающее, невообразимо, и, конечно, встречать эту красоту не в черте города, а где-то в пустыне, это просто что-то. У них, у местных жителей есть такое даже развлечение, они приезжают, либо в пустыне садятся, либо такие есть возвышенности у них, на этих возвышенностях собирается, причем очень-очень-очень много народу, приезжают на машинах, ставят столики, устраивают пирамидки и сидят, провожают закат. Вот, такая вот местная традиция, по которой, я думаю, что тоже можно присоединиться. Как мы с вами выяснили, Бахрейн это исландская страна, но, как я вам сказала, здесь все достаточно свободно и комфортно. Самый тусовочный район это район Джуфейр. Здесь огромное количество баров, ресторанов, ночных клубов, можно приехать, постусоваться, потанцевать, выпить, отдохнуть, как-то шелукодно. Самая активная улица это Адлия. Вот здесь прям действительно невероятное количество вы идете по этой улице, со всех сторон торговые центры, рестораны, бары, а свернули чуть-чуть поглубже и там начинается такая площадь ночных клубов. Потрясающе на самом деле, все это мигает, горит огнями, причем совершенно разные рестораны, совершенно разного уровня. Был такой вопрос, меня спрашивали на семинаре, есть ли рестораны Мишлен в Бахрейне. Да, они есть. Один знаю точно, находится он в отеле Four Seasons на одном из высоких этажей с бесконечно красивыми видами на Бахрейн и вот там как раз повар, который награжден Мишленовской звездой. Поэтому если есть у вас такие гурманы-любители, обязательно пускай приезжают, попробуют, если не путают, там кухня азиатская. Вот. А что вообще касается кухни, да, Бахрейна, часто спрашивают, что-то вкусно, интересное. Вообще, в принципе, кухня арабская, да, она плюс-минус везде похожа. Как вы знаете, она достаточно простая и скудная в плане вкусов. Вкусы восполняются специями, пряностями, а в обиходе в основном рис, бобовые, мясо, рыба, поскольку мы с вами на островах, конечно, рыбы и морепродуктов здесь великое множество. А вот, что касается именно баров, ресторанов, которые можно увидеть в Бахрейне, то возвращаемся еще раз к тому, что, когда здесь начало быть освоение природных ресурсов, таких как нефть, алюминий, то, понятное дело, сюда приехало огромное количество инвесторов, которые начали строить здесь города, которые начали строить здесь бизнес-центры, ну и, конечно, разумеется, привезли сюда с собой свою культуру. Поэтому, вот уж чего-чего, а рестораны вы здесь можете найти, любой кухня, Ливан, Италия, Индия, Китай, то есть любая азиатская кухня, конечно, разумеется, американские бургеры, причем, мы с вами разговаривали о том, что на юге особо делать нечего, на юге располагается американская база, и вот рядом с этой американской базой располагается американская бургерная, аналогов которой нет нигде, кроме как самой Америки. И такое, она считается некой достопримечательностью для любителей, скажем так, данного вида кухни, некоторые туда и ездят для того, чтобы просто съесть вот этот самый настоящий американский бургер, который сделан там по каким-то самым-самым-самым древним рецептам. Вот, но ассортимент блюда здесь огромное множество, начиная от фастфуда, с Макдональдс, в конце концов, заканчивая, конечно, ресторанами самого высокого уровня и совершенно разнообразных кухонь, поэтому приехать, погулять, потусоваться, сходить, это самое-самое милое дело. Вот, давайте теперь будем переходить с вами к отелям. Вот я смотрю, я как раз достаточно быстро с вами общаюсь, да, чтобы вас надолго не отвлекать. что стоит, что нужно знать про отели Бахрейна. Еще раз вам напомню о том, что здесь не так много отелей типа резорт, да, то есть расположенных у побережья. Они, конечно, разумеется, есть, но по большей части это все-таки городские отели. Почему так? Потому что какие-то отели были пляжными, но начали строиться острова, надстраиваться, да, поэтому отбелив их, отодвинули, они стали городскими. Какие-то отели строились, конечно, разумеется, для того, чтобы размещать гостей, тех, кто приезжал строить, инвесторов и так далее. Поэтому, наверное, основой когда-то здесь был все-таки деловой туризм, поэтому отели больше такого какого-то бизнес-формата. Но, тем не менее, Бахрейн очень настроен на развитие туризма, именно как туризма, а не делового, именно для отдыха. Очень рассчитывает на гостей из России. Еще раз говорю, здесь нас очень любят и очень ждут. Поэтому, конечно, разумеется, ассортимент отелей, он растет, открываются новые отели. Например, в прошлом году, 5 ноября, 1 ноября, был открыт лакшери-отель Джумейра в районе Заллак. Вот, мы приехали практически сразу после открытия. Конечно, разумеется, она латой Джумейра, отель роскошный. На тот момент, когда мы были там, они принимали, у них был какой-то правительственный съезд, до этого у них была невероятно большая свадьба граждан Индии, как они любят это с размахом, огромное количество гостей, поэтому отели строятся, туристическая инфраструктура строится, но в чем вся прелесть приехать на Бахрейн сейчас, это как раз увидеть Бахрейн, такой, какой он есть, пока он не испорченный туристами, не испорченный, все включено, потому что его здесь тоже не очень-то много, достаточно редкая вещь, вот, но вот тем не менее, и раз уж мы с вами про отели, я расскажу вам про достаточно немного отелей в разных категориях, разного уровня, но тем не менее, конечно, разумеется, все отели мировых известных нас с вами цепочек здесь представлены, поэтому если есть какие-то любители бренда, не стесняйтесь искать именно этот бренд, Ротана, Софетель, Жумейра, Новотель, все, что душе угодно. И первый отель, про который мы с вами поговорим, это отель Софетель Бахрейн-Залак, что интересно вам в этом отеле, он достаточно удален, это примерно где-то плюс-минус 40 минут от аэропорта, потому что район Залак находится в удалении, но в Залаке прекрасные пляжи, да, соответственно, и вот у этого отеля собственный пляж, природная лагуна, что это значит? Это то, что туристы ваши будут видеть открытое море. Это немаловажно и, конечно, мне очень приятно, когда впереди вы видите не соседние острова, закрытое море, а именно прямой вид. Софетель Бахрейн-Залак является единственным отелем, который предоставляет на Ближнем Востоке услуги таласотерапии, причем в том понимании, в каком оно есть, то есть в самом настоящем. Здесь огромный красивый спа с самыми разнообразными услугами, поэтому очень рекомендую для такого релакса самое-самое оно. Вообще очень красивый отель, очень красивая, небольшая при всем при этом территория, но прекрасная инфраструктура, очень развитая. Отель может подойти для отдыха с детишками, потому что здесь есть игровые площадки, игровые комнаты, детский клуб. Что касается детей, я хотела бы просить внимание о том, что здесь нет все включено и как таковое нет анимации. То есть это не так, чтобы сдали ребенка и он занимается. Вам предоставят все условия для того, чтобы ребенок был занят. За ним, конечно, разумеется, присмотрят, но тем не менее такой активности, таких разнообразных обучающих программ и так далее, как мы привыкли в Египте, в Турции, сейчас, наверное, тоже есть все-таки в Эмиратах, здесь, конечно, такого еще пока нет. Но тем не менее, может быть, скоро совсем будет. Все номера у нас с вами здесь с видом на этот прекрасный залив и что еще хотела интересно сказать. А, возвращаемся к тому, что здесь мало все включено, поэтому есть отели, которые предлагают в формате HBFP бесплатные напитки. Вот в данном случае Софитель за обедом и ужином предлагают два бесплатных напитка. Как правило, это пиво и вино в усредненном между всеми отелями. Еще один отель The Grove Hotel and Conference Center Bahrain. Этот отель уже значительно ниже уровнем, это такая пятерочка, стандарт именно городского типа, бизнес-формата. Располагается он, если мы с вами были в Зоолаке, это было достаточно далеко, то здесь район Амваж. Район Амваж достаточно популярен у туристов, причем у таких туристов, кто приезжают сюда на пожить, то есть на подольше. Чем нравится этот район, тем, что здесь очень много воды, называется как это Бахрейновская Венеция, да, то есть небольшой район, очень много воды, хорошей вокруг инфраструктуры, торговые центры, со своими какими-то там развлечениями, кафе, бары, рестораны, и вот здесь как раз располагается тот самый частный пляж Солимар, про который я говорила. Как я вам сказала, The Grove Hotel это городской отель, но находится он в 70 минутах ходьбы от пляжа Солимар, и не так давно отель договорился, что для своих гостей он предуслагает бесплатный вход на этот пляж. Мы в этом отеле жили, девочки наши ходили купаться, разумеется, бесплатно на этот пляж, поэтому все есть, все работает. Что интересно из инфраструктуры в отеле, поскольку я вам сказала, что изначально это можно рассматривать как и бизнес-центр, поэтому если есть такие туристы Майс, то пожалуйста, здесь хорошие переговоры и прочее, а что касается именно для туристов, самих дыхающих, то здесь есть спа, здесь есть развлечения различные, всякие там буллинг, сквошь и прочее. На фотографии сверху вы видите бассейн на крыше, который располагается в отеле, рядом есть бар, где можно соответственно отдохнуть. Что в этом отеле очень понравилось, большие просторные светлые номера, не очень свежие, но все очень чисто, прилично и очень просторно, это прям брювах. После этого отеля, мы жили в отеле Vida Beach, он уровнем повыше, но номера значительно меньше, и, конечно, на этой разнице это было очень ощутимо. Вот как раз вы видите, что номер большой, на одной сфотографии снизу. Что касается питания, вот, хотел бы вас предупредить о том, что питание здесь достаточно скромное, то есть, нет, мы не голодали, это шведский стол, но тем не менее, каких-то изысков, какого-то разнообразия здесь действительно нет, все очень просто. Еще, что примечательно, что недалеко от отеля находится еще один отель, называется он The Art, вот, и в отеле Art есть хороший, отличный клуб, где устраиваются различные вечеринки, дискотеки, соответственно, для желающих можно отдохнуть, сходить, повеселиться, это прям буквально через дорогу. Едем дальше, еще одна пятерочка, это Golden Tulip Hotel Bahrain, вот, он располагается, можно сказать, практически в центре Манамы, да, это прям городской отель, до пляжа здесь далеко, никаких трансферов здесь до пляжа нет, это туристы будут собираться самостоятельно, на такси, пешком, то есть, как душе угодно, вот, но у отеля отличное расположение, потому что рядом буквально 3 километра у нас с вами будет рынок Баля-Бавахрейн, про который я рассказывала, 10 минут езды до самого центра города, вокруг, понятное дело, что торговые центры и так далее, и так далее. Отель, хоть и 5 звезд, но все достаточно очень простенько, здесь только стандарты, отель часто рассматривают как вариант переночевать в стыковках, то есть, если есть туристы, которые путешествуют между городами и так далее, пожалуйста, выбирайте, смотрите, в данном случае его тоже очень любят, потому что это 5 звезд, но он достаточно недорогой, и единственное, на что я хотела обратить внимание, это то, что он в плане номеров по декору, по стилю такой, несколько староват, то есть, это не совсем, не современный какой-то отель и прочее, вот, но, тем не менее, туристы его любят, останавливаются, потому что это цена, качество в формате очень таких доступных 5 звезд. Едем дальше, и у нас с вами Винхам Гранд Бахрейн Бэй, современный отель, который запомнится, конечно, своим необычным современным дизайном, вы видите, такая, как пружинка, он скрученный, находится он в центре делового района Бэй Девелопмент, у него, как вы понимаете, потрясающие виды, как раз на международный центр, вот вы его видите, я фотографирую нижу, то есть визитная карточка Бахрейна, в которой все бегают обязательно сфотографироваться, на самом высоком этаже этого здания располагается большой, роскошный, панорамный конференц-зал, или как бы это, не конференц-зал, просто площадка, она круговая, с видом на весь Бахрейн, на всю Манаму, отличное, потрясающее место для организации каких-то праздников, мероприятий, свадеб, торжеств, мы поднимались, не могли просто отливнуть от Оган, ходили по кругу, фотографировались, где-то там Манаму, где-то там залив, видно действительно потрясающе, я думаю, что это мероприятие, там тоже того стоит, большой белый зал. Номера тоже у нас с нами с панорамными окнами, видами на Пресвитский залив и на Манаму, а красивый Инфинити-пассейн, с тем же самым потрясающим заливом. так, что еще интересного по этому отелю с небольшой подсказкой. Номера здесь небольшие, в декоре они все одинаковые, вот вы видите как раз на фотографии снизу, то есть это светлый номер, темное дерево и темный камень, что примечательно, еще раз, располагается он в деловом центре, Махрейна, поэтому, конечно, разумеется, и в Далом районе, поэтому, разумеется, и он к своей причине строился как деловой отель, и здесь практически в каждом номере есть деловая зона, вот такой вот столик с подсветником, да, и, соответственно, кресло, поэтому, если есть туристы, кто любит работать, предпочитает оставаться на связи, пожалуйста, Welcome, отель как раз очень симпатия к этому относится. Здесь в отеле нет алкоголя, алкоголя не это слово совсем, он не сервируется ни в одном баре ресторана, но при всем при этом можно со своим алкоголем, но только в специально выделенных зонах, вышли, купили, например, там бар возле бассейна, пожалуйста, со своим пивом, со своими напитками приходите, отдыхайте, вопросов нет. Здесь у нас с вами во время питания включены сов-напитки и, наверное, пока на этом, по этому отелю все. Как дела, дорогие коллеги, вы меня слышите? Интересно? Попросите мне, чтобы я знала, что вы еще со мной. Отлично, вот вижу даже огонечки, спасибо, спасибо. Отлично, тогда продолжаем. Еще один вариант достаточно бюджетного отдыха, как вы видите, это 4 звезды, и это район Джуфер. Как я вам говорила, Джуфер один из самых тусовочных районов, где бары, рестораны, ночные клубы, так вот, если есть туристы, кто не готов много тратить на проживание, но хочет познакомиться с ночной активной жизнью Бахрейна, может приехать вот в этот отель. 4 звезды, достаточно бюджетно, все очень простенько. Отель городского типа, здесь только крытый бассейн, до моря мы тоже будем добираться на транспорте, да, то есть это достаточно в удалении, но тоже имеется какая-то такая минимальная инфраструктура, бассейн, спа, какие-то небольшие развлечения, джим и так далее, и достаточно приятный номерной фонд. Давно была реновация, простите, пожалуйста, заговорилась. Давно была реновация, номерной фонд не свежий, но при всем приятный, достаточно уютный, симпатичный, то есть такой неплохой бюджетный вариант в самом центре активной жизни Манамы. И еще один, если не ошибаюсь, последний вариант, Альбандер Резорт, 4 звезды. Я этому отелю уделю немного больше времени, потому что он действительно такой выбивается из всего того, о чем мы с вами разговаривали, и вообще выбивается из привычной концепции отеля в Бахрейне. Находится он в удалении, это район Ситра, в Ситре практически нет инфраструктуры, вот в этом отеле точно некуда выйти. Отель работает на все включено, да, как я вам говорила, что это не так часто встречается в Бахрейне. Вот, в чем изюминка этого отеля? Отель располагается рядом с Мариной, у него такая огромная территория, поделенная на две части, одна часть это вилы вокруг озера моря, да, а вторая часть это вилы вокруг непосредственно самой Марины. И этот отель часто принимает яхтсменов, то есть выходные, выходные, здесь может быть достаточно шумно, если проходят какие-то съезды, слеты, яхтсмены и так далее. Но, при этом, если у вас есть туристы, которые любят вот такой вид отдыха, то есть это яхты, это водные виды спорта, то этот отель для них будет идеальным, оптимальным. Здесь совершенно разные размещения, здесь огромное-огромное количество номеров совершенно разных категорий, это все шале и вилы, есть двухэтажные, есть на компании, есть для двоих, то есть разнообразие очень-очень-очень разное, вот, и при всем при этом огромная территория у отеля и отличная инфраструктура. Что касается инфраструктуры, здесь прекрасные рестораны, причем здесь есть ресторан с морепродуктами, вы заходите, вас встречает такой большой холодильник, где расположены все эти рыбы и морские гады, сами выбираете, что вам хочется и при вас же это, соответственно, готовят все это свежее, свежайшее, пожалуйста, есть, лежит. И что-то, разумеется, плавает в бассейнах, в аквариумах, не в заморозке, а именно в аквариумах, то есть свежее, смыли, в смысле прямо совсем свежее. Вот. Здесь отличная инфраструктура, много возможностей для занятий спортом, боулинг, бильярд, сквош, джим, но достаточно, кстати, небольшой у них, здесь при всем при этом спортивный зал, джим, соответственно. вот, здесь есть детская инфраструктура, достаточно большая, хорошая детская площадка, единственный минус этой детской площадки в том, что она не защищена тентом, но тем не менее, есть условия для отдыха как с малышами, так и есть какие-то развлечения для тинейджеров, есть теннис, есть сквош, прекрасный отель, что касается пляжа, здесь у нас с вами небольшой пляж, это искусственный залив, есть пляж открытый море с пирсом, да, то есть для тех, чтобы не пешочком, а прям вот, соответственно, прыгать, вот, питание у нас с вами здесь тоже есть в ФБ, Ашби, при питании в ФБ, Ашби тоже напитки включены, и напитки, соответственно, как я и говорила, это пиво, вино до двух бокалов в руки, вот, наверное, по этому отелю все, еще раз, находится в удалении, рядом ничего нет, и трансфер будет мне самым близким. Я закончила свою часть презентации, прежде чем мы с вами перейдем к вопросам, может быть, вопросы есть у вас, я буду рада ответить вам, дать какую-то информацию, если что-то упустила и вам интересно. вопросов нет, да, я так понимаю, все понятно, отлично, значит, тогда давайте вопрос, напоминаю, условия розыгрыша, да, я задаю вопрос, кто первый ответит, тот получает приз, чтобы получить приз, необходимо написать на почту event.marketing собака face-travel.ru сказать, я выиграл вебинар, ой, я выиграл приз на таком-то вебинаре, вот, почту напишу, а теперь давайте вопрос, готовы? Плюсики поставили, если готовы? Отлично. Ну, давайте, тогда вопрос будет таким, как называется отель в форме пружинки? Ну, вот Наталья Закутина оказалась первой, совершенно верно, да, еще раз, в форме пружинки у нас с вами отель Вингхам, вот он он. Наталья, я вас поздравляю, еще раз, давайте напишу вам почту, а что-то не получается у меня, а вот получилось event.marketing. Дорогие друзья, как вы, может быть, знаете, я являюсь представителем интероператора Fun and Sun в соцсетях, поэтому буду рада видеть вас в наших соцсетях, любая доступная, интересная, это либо, соответственно, Fun and Sun профи ВКонтакте и в соцсетях Мета, либо Fun and Sun Today, это у нас с вами будет телеграм-канал для турагентов. Рассказываю вам там все самое интересное об акции, о новинках, о направлениях, присоединяйтесь, буду рада вас там видеть. Так, eventmarketing.com фейстревел.com отправляю, Наталья, почта для вас, напишите нам, пожалуйста, чтобы мы могли передать вам приз. Для тех, кто пропустил у нас с вами слайд полетной программы, я напомню, что рекомендованные рейсы это Gulf Air, они прямые, Москва, Монамо, Москва, а также в ассортименте есть перелет со стыковками. Рейсы все, соответственно, регулярные. Анастасия, презентацию получить можно, вы мне тогда тоже напишите на eventmarketing, мы вам презентацию отправим. Если кто-то что-то пропустил, где-то плюс-минус через неделю обязательно появится запись вебинара у нас с вами где-то на нашем YouTube-канале и в архиве на сайте Академии Фанан Сан. Заходите, смотрите. Что касается далеко ли Софитель от экскурсий. Софитель далековато от аэропорта, как я вам сказала, это минут 40 езды. А вот экскурсии, поскольку они разбросаны со всех сторон, поэтому, конечно, если это какие-то форты, музеи, то это ехать в центр это те же самые плюс-минус 40 минут. Если ехать в пустыню к озеру или к нефтяным вышкам к дереву жизни, там, по-моему, будет поменьше, потому что это как раз плюс-минус в той стороне находится. Но вообще, чтобы вы понимали, экскурсии, которые в черте города, то есть даже атомважа с учетом пробок ехать надо будет минут 30, это далековато, да, пока пересекать весь город, остров, где-то пробки, где-то еще что-то, потому что это все-таки деловой центр, это, да, мы поменим центр Манам. Поэтому закладывайте плюс-минус на экскурсии, независимо от какого района, где-то минут 30-40 на дорогу. Причалы есть во всех районах, экскурсии водные могут отходить со всех сторон. Мы ходили на экскурсию на остров Жарада, мы отплывали от Салемара, но по пути заплывали еще в какую-то бухту, значит, соответственно, Салемар это не единственная точка отправления, можно отправиться из другого места. Поэтому где-то 30-40 минут на дорогу так или иначе можно смело закладывать. Еще какие-то вопросы есть? Если нет, я вам желаю отличных продаж. У нас с вами скоро лето, хорошего вам настроения, высоких доходов и спасибо вам большое за внимание. Хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!